Большая разница Здравствуйте! 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 Александр, какое-то приподнятое настроение у вас. Я смотрю, глаза бегают, настроение как после выписки. Александр, уж не бес ли это в ребро ваше? Эх, Иван, вы просто не в состоянии так тонко чувствовать весну, как ее чувствую я. Как Лермонтов, как Троцкий. Александр, вот почему вы себя ведете, как Троцкий в последнее время. Ну а что поделать? Это же весна, Иван, весна. Хочется сделать что-то бесшабашное. Выпить пиво из горла, сходить в боулинг, поесть на ночь, обои переклеить. Александр, давайте прежде чем делать что-то бесшабашное, доведем программу, а потом уже вместе поедем кутить на фестиваль к желе в Сузде. В эфире «Большая разница» на Первом канале. Большая разница! Александр, а не хотели бы прямо сейчас со мной обнажить Торс? Чего ради? Александр, как ради? Ради наших поклонниц? Иван, я не собираюсь позориться на всю страну ради шести несовершеннолетних девочек. А вот наши гости делают иногда это ради меньшего количества или просто так. Встречайте группу «Чай» вдвоем! Группа «Чай» вдвоем! Денисляя, Стас Костюшкин! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, я бы хотел два слова сказать, что мы очень рады вас видеть. Дело в том, что мы всегда бы хотели быть похожими на вас. Мы и сейчас уже похожи на вас. Ну, некоторые из нас до сих пор думают, что они похожи на вас. И некоторые действительно похожи. Прежде чем начать разговор, мы бы хотели показать вам веселую, дружескую пародию. Даже не пародию. «Шарж» на вас. Да, да, Иван. И это не мы. Это не вы. Это сейчас будет на экране, друзья. Прямо сейчас в программе «Большая разница» пародия на группу «Чай» вдвоем. Пожалуйста. Воскресенье, тренировка у тебя, здесь сегодня, твои лучшие друзья, с утра разминка. Три подхода, глупый смех, качалка, праздник для всех. В руке гантеля, а в другой стероиды через месяц стала грудь, как у жены. Водруг пыхтенье, поднимаем новый вес и переходим на пресс. Ты не идешь на футбол, у тебя приседания, вместо дискотеки у тебя отжимания. Даже в день рождения тренажер с тобой, ой-ой. Люкоза и протеи, вместо питания, тренируешь трицепс, вместо свидания, свидания. В день рождения свой. О-о-о, да-да. В день рождения свой. О-о-о, да-да. Обостренье У нас таланта по весне Вы пошлите Нас на Евровиденье Мы, конечно, Мы, конечно, Лучше всех там не споем Но точно всех изобьем Мы напинаем пина Мы поколотим французов Мы добавим того, чего не дал им Кутузов И вновь Россия будет чемпион О-о-о Мы наваляем полякам И немцам покажем И шведов мы, конечно, За Полтаву накажем Повод мы найдем Мы еще захватим Турчинского Вову Он вообще не поет Но тоже очень здоровый С Турчинским Вовой Точно всех пормем За ходок англичан За кориду испанцев Голландцев, за геев За юбки шотландцев Утро наваляем Ваши чай вдвоем У-у-у-у На-на Ваши чай вдвоем О-о-о, на-на, ваший чай вдвоём. О-о-о, на-на, ваший чай вдвоём. Солнышки наши, наши зайки, наши любимые, спасибо вам, мы вас очень любим. Мы бы хотели сказать несколько слов благодарности тем, без кого эта песня не могла бы состояться. Спасибо плакатам Шварценеггера за вдохновение, спасибо Семёнычу, сторожу качалки, за любезно предоставленные ключи, спасибо. А ещё, ребята, стонозолон и протеин, вы супер, спасибо вам, спасибо. Ваший чай вдвоём. Я, если честно, сразу хочу задать вам вопрос, ребят, ну, действительно, объект для шуток — это зависть, безусловно, ваша замечательная спортивная форма. Ребята, сколько жмёте от груди? Это сейчас творческий вопрос, да? Я это сказал вслух, да? Извиняюсь. Расскажите про пародий. Много пародий было вообще? Первое. Это первое, первое. Нас сложно спародировать по причине того, что, видите ли, мы идеальны. У нас нету комплексов никаких, у нас всё красиво и всё очень здорово, поэтому... На самом деле, очень было здорово, действительно. В этом году нашему коллективу 15 лет. В принципе, это первая пародия, я могу сказать, что мы с тобой недаром 15 лет проработали, если мы оказались в большой разнице с пародией. Заметил один нюанс, тот человек, который пародировал меня, у него была волосатая грудь, а я уже брею, как два года, в общем, просто, мне кажется, не серьёзно подошли к этой теме. Денис, что ещё вы бреете, кроме груди? Нет. Есть возможность сейчас рассказать об этом. Вообще, а что заставило брить грудь? А вот... Ну, скажи что, жара. Нет, однажды я себя со стороны просто увидел по телевизору и понял, что нужно... Все красивые молодые бегут, и один вот так, с заросшим волосом, Денис, ну как он. Нет, ну так ещё не успела. Немного о мужской груди. Ну, с другой стороны, Саша, а с кем, как не с ребятами, об этом беседу? В конце была сказана связочка протеин-станозолол, это неправильно. Так какая формула правильная? Протеин и... Протеин и секс. Протеин и девушки, конечно, естественно. Протеин и секс. Протеин и секс, Саша. А как мы с тобой... Это два забытых для тебя слова. А как мы с тобой, Иван, без протеина обходились всё это время? Саша, ну я не знаю как-то. Многим просто протеин заменяет секс. Будьте любезны, ребята, если можно, у нас огромное количество зрительниц женщин. После этого эфира их стало в два раза больше. То есть четыре теперь. Ребята, пожелайте что-нибудь всем телезрительницам, которые смотрят нашу программу. Мы желаем, дорогие наши телезрительницы, чтобы никогда не было никакой разницы, какая вы. И чтобы самые большие разницы, которые были бы между женщинами, достигались спортом, гантелями, а не хирургическими вмешательствами. Вот что делает протеин с человеком. Вы не могли бы в оригинальном исполнении спеть фразу «Ваший чай вдвоём». Ваший чай вдвоём. Чай вдвоём. Большая разница. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Не ваший чай вдвоём, а телезрительницам. Да. Спасибо, ребята. Александр, а встаньте между ребятами. Встаньте между ребятами. Вот она. Большая разница. Я бы назвал это «Ожившая сказка Джонатана Смившка». Чай вдвоём. Большая разница. Спасибо. Чай вдвоём. Большая разница на Первом канале. Ну что, Александр? Не брею. Александр. Не употребляю. Не брейте? Ну вот, Александр, поэтому вам и не нужен пуховик зимой. Да. Александр, а как вы относитесь к четвероногим питомцам? Очень хорошо. Душевно отношусь. Помню, в детстве вылепил из почвы домик для дружка. Дружок — это ваша собака? Нет, это дружок Толяны с соседнего подъезда. То есть вы хотите сказать, что ваш друг Анатолий жил в домике, вылепленном из почвы? Ну, сначала он упирался, не хотел, но когда я ему маслы стал носить, он успокоился. Я даже цепь потом снял. Знаете, я чем больше вас знаю, тем о лепестей становится ваша биография. Я тут вспомнил ещё одного человека, который, как и ваш друг Анатолий, являет собой синтез человека и собаки. И это не Евгений Дога. Это Гарик Бульдог Харламов, который недавно снялся в «Самый лучший фильме 2», пародию на которой мы прямо сейчас и увидим. Большая разница! Здравствуйте! Мы сняли третий! Стойте! Мы сняли третий. Теперь только самые новые, самые свежие шутки. Вы исправили все-все-все ошибки. Ну вот послушайте! Сидят как-то американец, немец и русский. Так вот. Третий фильм, который мы сняли всего за неделю. Ну чего, а? Я же не бус. Ну не так уж был плох второй фильм. Хорошо, плох! Чтобы третий фильм получился смешным, мы сделали его всего пять минут. Вы даже не успеете выйти из зала. И еще. Перестаньте меня сравнивать с Джимом Керри. Я совершенно на него не похож. Кстати, нас сейчас обвиняют в плохом актерском мастерстве. Но это ведь не так. У нас в фильме были хорошие актеры. Послушайте, но я не виноват. Это ложь. Они мне сказали, что если ты не будешь сниматься в нашем фильме, зашутим тебя в камень и клап. Они все украдут. Запишите. Мы поняли главную ошибку второго фильма. Это плохой сценарий. Наш сценарист знает почему. У меня в компьютере два файла было. Файл фильм и файл фигня. Ребята фигню распечатали, фигню и сняли. Вот и все. Ну что ты же смеялся? Кому-то же понравилось, а? Да, вообще, жесть. Круто. Камеди Кул Морева. Давай еще. Видите? Вот он. Благодарный зритель. Пошел. Кто-нибудь еще хочет высказать свое мнение? Ку-ку. Ку-ку. Господи. Господи. Прости. Прости, мы все исправили. Клянусь. Мы поняли все твои ошибки. После всем их первых двух фильмов мы поняли, что мы умеем снимать только трейлеры. Трейлеры. Самого фильма не будет. Не будет, будет только трейлер. Самый лучший фильм. Трейлеры. Смотрите во всех кинотеатрах страны. Большая разница. Знаете, что, Иван, я решил? Да. Ведите-ка вы дальше программу один, а я пойду в ресторан с женщинами развеюсь. Что-то я давно по-доброму не кутил. Александр, возникает ощущение, что вы самый умный. Нет, я не самый умный, но я знаю, где такие кучкуются. Ну, поподробнее. Поподробнее вам расскажет Тина Канделаки, которая пришла к нам в гости. Тина Канделаки, ведущая программы «Самые умные». Здравствуйте, Тина. Прошу вас. Прямо сейчас. Мы сможем увидеть пародию на шоу «Самый умный». Стива Канделаки. Большой разница. Большая разница. И в полуфинал программы «Самый умный» у нас прошли Сережа Тютин, город Магадан. Как вы думаете, вы победите? Ну, у меня, в принципе, другого выхода нет. Меня иначе родители убьют. Валя Иванова из Наукограда, Троицкая. А ваши где родители? Вон сидит. Также в полуфинале играет солнышко мое ненаглядное Коленька Спирин. Коленька Спирин. Удачи тебе. Папе привет. И также в полуфинал каким-то образом пробился Вася Гусев, город Матищи. Где твои родители, Гусев? Дома. А с кем ты пришел, Гусев? С пацанами. Слышь, ответишь правильно, я тебе дюзну. Доча, сдайся, сдайся. Итак, внимание. Сережа, вопросы на знание жизни. Продолжите поговорку. Без труда не вытянешь ирибку из пруда. Вы не знаете, в какой известной книге студент убивает топором старуху-проценщицу? А, преступление-наказание. Неправильно. Это Дарья Донцова, смерть старухи от студенческого топора. Теперь вопрос, Вася. Кто поет песню «Мы с тобой не пара»? Потап и Настя Каменский. Это неправильный ответ. Правильный ответ – это не песня. Столица России. А, Москва? Нет, Москва-Сити. Вы не ответили ни на один вопрос, а сейчас вступает в игру Вали Иванова. Выбирайте тему. Художники. И на все у вас будет минута, которая начинается прямо сейчас. Первый вопрос. В каком году, а точнее в каком десятилетии этот художник, более известный под псевдонимом, нежели под именем, нарисовал место, в котором он прожил большую часть своей жизни, именно 35 лет, и в котором встречался с такими художниками, как Воснецов, Шишкин, Саврасов и многими-многими-многими-многими-многими-многими-многими-другими. А картина была исполнена в технике раннего постмодернизма. А, нет, извините, позднего импрессионизма. Имел размер сопоставимый с площадью стены его дома, описанной в стихотворении Маяковского. В 1922 году изданного издательством «Дэд Кист» только один раз, и переизданного только в 1993 году. В 1835 году. Это правильный ответ. И время вышло. Итак, всего один правильный ответ за минуту. А теперь самый важный момент нашей игры. Коленька Спирин, звездочка моя ясная. За минуту тебе надо ответить на наибольшее количество вопросов. Ты готов? Ну, типа да. Какую категорию ты выбираешь? Вопросы обо всем. И минута начинается прямо сейчас. Есть ближе, а есть... Дальше. Верно. Отсюда до Киева, чем до Твери. Дальше. Верно. Марс дальше Луны. Дальше. Верно. Что нужно говорить, если не знаешь правильный ответ? Дальше. Верно. Что отвечает двоечник на уроки? Я не знаю. Верно. В чем смысл жизни? В смысле? Верно. И таким образом у вас шесть правильных ответов. Коленька Спирин, звездочей моих, выиграл. Он теперь у нас в программе «Самый умный». Ну, прекрасно. Это была пародия на шоу «Самый умный». У нас в гостях Тина Кадылаки смеется, радуется. Тина, как пародия? Что в пародии привлекло? Что, наоборот, отпугнуло? Вы знаете, пугает, что Нона Гришаева становится настолько похожей на меня, что иногда, глядя на Нону Гришаеву, я уже не понимаю, что это Нона Гришаева. Мне кажется, что это я. Тина, вопрос от Александра Цикала. Что за обувь у тебя, Тина, на ногах? У меня есть ровно одна минута. Нет, у тебя нет минуты. Как это называется? Что это? Это? Да. Козья копытца. Козья копытца. Да, Александр. Это то, на чем вы переходили русско-украинскую границу. Известны ли случаи коррупции? Известны ли случаи, когда маленькая липкая детская ладошка разжималась и в ней была мятая сто-рублевка? То есть вы имеете в виду, подхожу ли я часто к детям с вопросом «А позолоти ручку?» Никаких не было случаев коррупции даже в качестве каких-то таких важных материальных подарков, кроме как из Казани постоянно везут чак-чак. Поэтому если кому-то нужен чак-чак, у меня большой склад этого лакомства. Да, я его принесу. Александр думает, что чак-чак это фотографии известного артиста Чака Норрис. Это совершенно другое. Тина, у вас есть ровно одна минута для того, чтобы пожелать что-нибудь нашим телезрителям. И минута начинается прямо сейчас, Тина. Вы самые счастливые люди, потому что смотрите «Большую разницу», в которой выступают Александр Цикало и Иван Урган. Это самые талантливые ведущие от вещественного телевидения. Они самые лучшие, самые хорошие, самые прекрасные. Я, честно говоря, очень хочу, чтобы они меня пригласили в эту передачу в третий раз. Пойду поем пока. Да. Знаете, друзья, по-моему, все произошло. Тина Канделаки сегодня «Большой разница». Тина Канделаки! Большая разница! Александр. Да. Давно хотел у вас спросить, у кого вы одеваетесь? Ну, где проснусь, там и одеваюсь. Тут вариантов немного, либо дома, либо в бане. Я имею в виду, Александр, у какого дизайнера? А, я предпочитаю Ингу Казирагис. Ах, вот откуда у вас эти знаменитые гольфы до пояса. Александр, скажите, а где еще можно приобрести модели Инги? Ну, можно их приобрести там, где обычно я приобретаю подобную одежду, в телемагазине. Здравствуйте! Это магазин на диване. У всех бывают ситуации, когда к вам приезжают родственники, и их некуда положить. Что же делать? Раньше вам приходилось ютиться на старых диванах, тах-тах, раскладывать раскладушки. Вы ворочались, мучились и не могли уснуть. Забудьте об этом, потому что появился новый продукт, который решит все ваши проблемы. Водка. Вам не на чем спать. Водка. И все проблемы решены. К вам приехали гости, и их некуда положить. Водка. Проблемы с гостями решены. Вы выехали на пикник. Зачем с собой тащить тяжелые палатки? Возьмите с собой водку и шагайте налегке. Водка удобна, компактна. Она легко помещается в сумку, в бардачок. Ее легко можно положить в карман. Смотрите. Водка легко повторяет контуры спящего человека, что позволяет лучше высыпаться. Позвоните нам прямо сейчас. И в подарок вы получите ящик пива для более крепкого сна. Звоните сейчас. И сегодня у нас в гостях тот, кто уже давно воспользовался нашим предложением. Сантехник Жулин. Вот я раньше был банкиром. С хорошей зарплатой. Я ездил в Европу отдыхать раз в год. Много путешествовал. Занимался фотоохотой. Но я был одинок. У меня не было друзей, подруг. Была моя скучная работа. Но с тех пор, как я попробовал водку, все изменилось. И я изменился. У меня появилась интересная работа. У меня появилось много друзей. Я стал смелее, я стал веселее. То есть вы считаете, что она необходима? Необходимо? А как же? Ну вот пришел к тебе сантехник, все сделал. Чем ты с ним будешь расплативаться? Конфетами? Опять же замерз на улице. Пришел домой и выпал для согрева. Порезался, водка дезинфицировает. А правда, что она обладает волшебным свойством? Точно. Точно. Вот пришла к тебе дама. Но вдруг она, ну знаешь, не в том вкусе, короче. Так возьми водку и сразу как ты любишь, красавица. Ну а если сразу пришла красавица, так ты играй бутылочку. Опять пригодилась. Видите, сколько преимуществ. Напоминаю вам, если вы позвоните нам прямо сейчас, то в подарок вы получите баночку огурцов, холодную бутылочку пива на утро и видеокассету с обучающим фильмом. Звоните нам прямо сейчас. Большая разница. Смотрю я, Иван, на вас и думаю, не тем делом вы заняты. Да что вы, Алексей. Да, да, вам нужно к молодежи. Вернитесь в стаю. Что вы делаете рядом со мной? Я вас старше, я вас лучше, я по кругозору вас, так сказать, обширнее, больше. Что мне делать, Александр? Ну, вы знаете, нам надо найти кого-нибудь по уровню развития вам соответствующих. И где мне искать? Ну, например, в программе Дом-2. То есть вы полагаете, я прихожу к Дом-2 и говорю, здрасте, возьмите меня к себе, я по уровню развития вам соответствую. Вам даже этого не надо делать, потому что я пригласил к нам в студию программы Большая разница участников этой оргии гуманизма под названием Дом-2. Что вы говорите? Да, да. Ксения Собчак, Ксения Бородина и Степан Меньшиков сейчас пойдут в студию. И можно другое говорить, здравствуйте. Здравствуйте, мальчик. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, погодите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан. Прошу вас, садитесь, прошу вас. А вы специально два стула, да, без Степы? Ты будешь снять стоять? Они знают, что у меня втроем. Этой нехитрой сценкой мы продемонстрировали принцип программы Дом-2. Степан, конечно, я принесу вам сейчас стул. Просто кто успел, тот и сел. Стоящий джентльмен. Степан, из Сашиного кабинета. Прошу вас, присаживайтесь. Степан, как ваши ощущения? Ну, хорошо, нормально. Степан, говорите, микрофон, вы не в доме. Я привык на сидеть на бревнах, поэтому здесь мне не привыкать. Степан, ведь вы же с самого начала в проекте. Ну, я уже не в проекте. Что вы говорите? Что случилось? А я все за вас голосую, посылаю смс-ку. Это шокирующая информация. Степан, вы знаете, сейчас я предлагаю посмотреть пародию. Это пародия на программу «Дом-2». Как бы выглядела эта телевизионная передача, если бы снималась она в 18 веке? И называлась она... «Дворец-2». «Деду, прикинь, какая ситуация?» «Мне княр-сибельчиков нравится. Но на самом деле такой козел. На самом-самом деле. На самом-самом-самом деле. Пошел на Крымскую войну. Сказал, что на полчасика. А сам, прикинь, взял и погиб. Выговаривались, на воды поедем. Походу, не поедем. Я вообще всех крепостных выкинула, которых он мне подарил. Тебе еще повезло. Вот у меня вообще пипец. А что? Трагедия. Прыщ вскочил. А ты еще? Где полосу? На самом деле. А ну чего? Давай вставать, да рот бесить. Этигрю, она реально овца. Ну не овца, она оксана. Какая разница? Большая разница. слышь ты на крымскую войну пойдешь я у меня флайера нету я короче 500 крепостных в автоматы просовал утром всем это убери чувствах жарко-то к раздевайтесь ваши сисят да еще это а еще пока не решила без теряем бинокль бесит кутузова и дебил реально овцана и уже полтора года с ней отношения стою ни разу даже фундамент не потрогал выгружить и расцарапать ты мне спину расцарапай сейчас вот это почувствует нашу любовь господа ну шумать ну не ругайтесь лучше деритесь нам же рейтинги нужны я снова на лобном месте рана давайте поаплодируем ксении бородиной наконец-то она нашла достойное место на нашем проекте так тихо тихо я сказала сегодня один из вас покинет наш проект и все будут вот кто сейчас сказал кто сейчас сказал давайте быстрее у меня государственные дела на пицца и грудь народу показать не хами а то больше ни одной шляпки не дам донашивать и так это решение далось не непросто а легко и с удовольствием нас сегодня покидает граф степан меньшиков но я своим указом могу заменить казнь на пожизненную ссылку в сибирь но так как нашему проекту нужен рейтинг казнить его мы вымазались но мы счастливы большая разница как вам пародия степан как вам пародия орудия что на на еще раз вопрос степан вы сейчас где вы сейчас немножечко в шоке голову только к моему голосу привык понимаете степан как вам пародия и не только голосу я привык к твоему сейчас об этом давай не буду прекрасная пародия что нужно сказать лучше я не видел вообще степан спасибо за ваш интересный рассказ я всегда с интересом слежу за всеми вашими рассказами в доме 2 степан не показался ли вам это пародия злой все-таки из всех кого можно было убить в этом проекте согласитесь таких много мы выбрали именно вас как объект пародии пока степан думает ксения я обращаюсь сразу к вам как вам пародия кому из нас вы обращаетесь кто раньше ответит то есть к вам прекрасно мне очень понравилось я считаю что бог в деталях безусловно мы оценили шарфик бербери рустама замечательные какие-то детали интерьера мне кажется очень получилось у вас все как то ксения а как вам пародия мне очень понравилось я считаю что очень достойно первый эпизод был чуть скучноват второй более интересный потому что во втором мы были а может быть наконец созрел ответ у степана степан или вам еще нужно время подумать берете дополнительные полчаса посидеть на деревянном время нужно степан не жалеете ли вы вообще стул какой-то о том времени которое вы провели на проекте ну не приходила ли вам в голову мысль ну вообще я всю жизнь мечтал познакомиться с Иваном Ургантом и благодаря дому 2 это я степан да а вот благодаря дому 2 я стал известен меня пригласили сюда мы пригласили вас не потому что вы известны степан да это понятно не вестите себе скажите а если вы сейчас уже не в доме 2 просто мы действительно были не в курсе чем сейчас вы занимаетесь ну вообще я пришел сюда на эту студию не посмотреть там пародию а просто хотел бы попроситься на работу к вам вообще-то я сейчас без работы мы вас берем берете? да все тогда кем вы хотите работать у нас степан а какие есть вакансии то а что вы умеете мы должны сначала я умею судя по тому что степан дел в доме 2 эта вакансия у нас занята занята да а кем собственно степан что вы действительно умеете по-настоящему ну петь могу танцевать ненавижу но потрясающе это делать это тогда вам в группу челси челси вы могли бы сейчас что-нибудь петь ну что вы плюнули на меня степан да ладно вы сделали то что я делаю каждый раз когда вижу вас по телевизору да я увлекаюсь музыкой до сих пор степан если можно если вы поете и танцуете не откажите в удовольствие нам всем ну естественно я спою немножко конечно вы можете встать на этот стульчик во первых это как в детстве во первых во первых во первых от него ближе до петли во вторых пожалуйста дашь мне спеть или нет пожалуйста сульмаре лючика ластро д'арженто плачидай лондо просперо львенто хочется выбить из-под вас стул вы уже и так голову отрубили князю там одного присаживайтесь степан ксения вопрос вам скажите ну вот уже пять лет ведь и вы пять лет смотрите вот на степана что для вас расставание с этим участником долгожителем да мы не расстаем все даже да мы продолжаем видеться и приходим вот к вам в гости на огонек на этой трогательной ноте друзья мы прощаемся со степаном ксения именно вам я бы хотел предложить сейчас обратиться к телезрителям и пожелать им что-нибудь от лица ведущих реалити шоу дом 2 у нас всегда только одно пожелание это конечно же постройте свою любовь я надеюсь что всем нашим телезрительницам это удастся ксения вы так говорили у вас даже немножко запотели очки серьезно да чуть-чуть спасибо огромное друзья эти аплодисменты конечно сене бородиной ксении собчак и степана мечту спасибо огромное что ты бежали к нам спасибо ксении спасибо степан спасибо вам спасибо вам счастью вас спасибо всё могу мальчики если что мы вас возьмем хорошо спасибо вы обратили внимание что ксения была в кожных брюках да я узнал кожа какого участника была на ней помните пропал мальчик с мугой из проекта он сначала обгорел а потом пропала ну вот он сначала ходил перебинтованный По грудь. Да, по грудь. Бритую. Ну, может быть. Так вот, Александр, ответ прост. Ксения носит вещи из участников Дома 2. Вот смотрю я на вас, Иван, и думаю, как вы все-таки юный, неопытный. Как мало повидали вы, Иван. Вы же не имеете даже представления о том, что значит выковыривать цифры из кожуры на пашихонском сыре. Вы не понимаете, что значит выдавливать большим пальцем зеленую крышечку на бутылке кефира. Вы не понимаете, какой смысл несут цифры, выдавленные на металлической банке кильки в томате. Александр, я так понимаю, вы продолжаете хвастаться запасом продуктов, которые вы сделали еще в 1982 году и откуда до сих пор едите. Я, в отличие от вас, предпочитаю продукты современные и помогает мне сделать выбор программа «Контрольная закупка», пародию на которую вы увидите прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире «Контрольная закупка». И сегодня мы будем тестировать деньги. Что-то как-то цыгрики не катят, монеты высыпаются постоянно, ходить неудобно. Вот евро, да, так евро. В принципе, удобные, компактные, да, засовываются легко. Ну, в принципе, вот евро наш выбор. Мне кажется, карбонцы просто слишком узкие для нее. Евро, наоборот, слишком много для него. А вот рубли, попробуем, вообще отлично, как будто вы здесь всегда лежали. Рубли – зачет. Так, надеюсь, это зачет. Вы знаете, они мне все... Нормально. По итогам народного тестирования первыми вылетают монгольский бат, тайландский тугрик и зимбабрийские ракушки. На первом месте по-прежнему лидирует европейское евро, на втором месте томское евро и американское евро – доллар. И сейчас мы отправляем наши деньги на экспертизу. Мы провели опыт на лабораторных крысах. Мы дали им деньги. А вот другая купюра. Это же зарплата нашего НИИ за целый год. Потом мы тестировали тысячу монгольских тугриков. Ничего хорошего о них сказать не могу, мы даже не смогли их нигде обменять. Мы просто завернули в них рыбу. Затем мы сделали тест-пробу на тысячу евро. Что оказалось? Тысяча евро – это деньги. Это прямо нормальные деньги. Лишь, что я осталась? А сейчас рубрика «Полезные советы». Наш специалист расскажет, как дома приготовить евро. Ну что ж, вариантом сделать евро, а в более размытом понятии деньги существует множество способов. Вообще, лучший цех по производству денег – это, конечно, казино. Берете рулеточку с магнитиком и делаете деньги. Деньги можно делать из воздуха. Берете два воздушных шарика, надуваете их воздухом. Поставляете к мужчине с беретом, называете его сердючкой, отправляете в вареныш и делаете деньги. Деньги можно делать просто из денег. Так, берете монетку, затачиваете ее, заходите спокойно в автобус, чик, и делаете деньги. Так что обращайтесь. А я напоминаю, что программа «Контрольная закупка» не сотрудничает с рекламодателями и производителями товаров. Она сотрудничает с деньгами. Делайте деньги, пока деньги не стали делать вас. Ну а в следующей программе мы будем тестировать топоры. А знаете, Иван, сижу я вчера в публичке. Я попрошу вас. Я имею в виду в библиотеке. А, да. Читаю кавку в оригинале. Так. Друг смотрю. Федор Бондарчук. Так. Сдает Стругацких. Так. И берет Носова Витя Малеев в школе и дома. Ну, думаю, мастер. Вот это, я понимаю, амплитуда. Я не мог не пригласить Федора Бондарчука к нам в программу. Дорогие друзья, у нас в гостях создатели фильма «Обитаемый остров». Продюсер и режиссер Федор Бондарчук и исполнитель главной роли Василий Степан. Броси. Присаживайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Итак, Федор, Василий, вы готовы? Да, мы готовы. Тогда небольшие водные обстоятельства. Дело в том, что масса режиссеров хотели опередить вас, Федор, и снять вместо вас фильм «Обитаемый остров». Кто эти люди? Вот. И сейчас мы с вами вместе увидим, что было бы и получилось, если бы фильм «Обитаемый остров» снял Борис Грачевский. Давайте посмотрим. Любители стандартских, а также нелюбители, веселые истории, увидеть не хотите ли, как 40 миллионов съели съемка и монтаж. Веселая история в журнале «Массаж». С красной строки пишем, вдруг мутант повернулся. И изо всех сил побежал на Лортон. Но Лортон не растерялся и заблаговременно умер. Можно войти? Я Максим Камерер из Москвы. Еле выбрался из горящего звездолета. Долго шел, устал хоть вешайся. Да еще и ноги оторвало. Что ты врешь? Если у тебя ноги оторвало, тогда вот это что такое, а? Сменка. Но это не причина для опоздания. Задание. Домашнее. Где? Нет задания. А почему ты все время улыбаешься? А? Ну-ка, дыхни. Садись. Дети, а среди вас выродки, голованы, мутанты есть? Нет. А кто же мне тогда, интересно, на стул кнопку подложил? Максим, а ты чем волосы красишь? У меня с рождения такие. А до рождения чем красил? Максим, ты такой красивый. Тебе надо в кино сниматься. Когда ты будешь в кадре, сценарий, фильм, можно вообще не писать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рада, Гал, иди-ка к доске. Оставьте ее. Что? Оставьте ее. Оставьте ее. Здравствуйте, дети. Не вставайте. Я нервный могу выстрелить. Я забираю у вас ученика по имени Максим в свой класс. В свой класс? С углубленным изучением ОБЖ? Живодер. Максим, а ты после школы куда поступать собираешься? В Московскую академию радио, телевидение и шоу-бизнес. Московская академия радио. Масаракш? Кто сказал Масаракш? Запомните, дети. Масаракш – нецензурное слово. Его запрещается употреблять в общественных местах. Только во время войны и родов. Также запрещается употреблять выражение со словом Масаракш. Тебе, Масаракш, положить Масаракш. Ну не Масаракш себе. Какое слово нельзя никогда и нигде произносить? Масаракш-палам. Масаракш. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Немедленно прекратить. Звонок был только для учителя. Я не понял, на тебя что, не действует? Нет. Я же из Москвы. На нас ничего не действует. Масаракш. Большая разница! Масаракш вам, дорогие телезрители. У нас в гостях Фёдор Бондарчук, Василий Степанов. Ну, два слова про пародию. Фёдор? Я похож. Василий Степанов, по-моему, тоже похож. Похож, похож. По-моему, блистательно, весело, немножечко затянуто, но, по-моему, очень хорошо. Ну, затянуто не только у нас. Дело в том, что, я сейчас объясню, Фёдор вас, может быть, удивит, но это не вся пародия. Остальную часть мы будем показывать через полгода. Она выйдет вторым. Когда выйдет второй «Обитаемый остров». Абсолютно верно. Когда выйдет второй «Обитаемый остров». Василий, что было самое тяжёлое в фильме? Проснулись ли вы за именитым, во-первых, Василий? Вот сейчас пришла не только слава после кино, но и слава после пародии. Да нет, в принципе, как-то нормально. Нормально. А почему вы подстриглись, Василий? Постригся, издавал образы по мастерству актёра в институте. Постригся, надо было подстричься, играл солдата. Означает ли это, что потихоньку вы будете плавно и плавно достигать образа Фёдора? Фёдор, вашего персонажа в фильме зовут «Умник». Умник. Есть персонаж в фильме, которого зовут «Странник». Странник. Вопрос. Почему отсутствует печник и гопник? Есть ещё хлебопёк. А, вот это да. Вот этим вы нас в сторону-то и увели. Фёдор, по традиции, у нашего небольшого и такого, может быть, куцкого кинотеатра тоже есть касса. С вас по 220 рублей за прозводок и за попкор. Спасибо огромное, Фёдор Бондарчук, Василий Степанов. Сегодня большой разницы. Спасибо. Спасибо вам, дамы и господа. Фёдор Бондарчук и Василий Степанов. Большой разницы. Большая разница. Ну вот и подошёл к концу ещё один весенний выпуск «Большой разницы». Александр, говорите, пожалуйста, быстрее. Мне ещё сегодня ночью на крыше орать. Чё на крыше-то орать? Март давно прошёл. Так я это и ору. Март прошёл. Это была «Большая разница». Это была «Большая разница». Да, нет. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова